У вас были непростые отношения с первым всенародно избранным мэром Санкт-Петербурга, Ленинграда, Собчаком. Что это был за человек? Потрясающий человек. Как я теперь понимаю, он был фанфарон, врун, дебошир. Дебошир? Дебошир, конечно, и в политическом, и в таком смысле этого слова тоже. Но это был очень широкий, храбрый и благородный человек. Его смерть для вас загадка или вы знаете, как это? Нет, на тот период я как бы несколько выпал из своего всезнательства, и я плохо знаю обстоятельства смерти. Я просто знаю, что он вел себя в отношении меня, конечно, совершенно удивительно во время нашей с ним войны, потому что теперь уже, хорошо зная рычаги, которыми он располагал, я прекрасно понимаю, что ему достаточно было там моргнуть, и проблемы невзоров никогда бы не существовало. Но он честно вел себя в эту войну, вставая постоянно в полный рост, и подставляя себя под мои плевки. В общем, он был... А плевали сильно? Ой, ужасно. Ужасно, я же очень азартный человек. Насчет подраться это... Только дай. Да. И причем уже вот упертый и иду, к сожалению, в любой конфронтации до конца. И теперь я понимаю, до какой степени он был молодцом. Как человек, знающий Собчака, как телевизионщик, вы наблюдаете за телевизионной и прочей карьерой его дочки Ксении? Она уже кончила школу, что ли? Да? С успехом. Серьезно? Да. Да, ну, может быть, кстати, уже лет-то прилично, ничего не слышал вообще. Вас долгое время связывали довольно близкие отношения с Борисом Абрамовичем Березовским. Пять лет вы были его советником. Что вы можете сказать о Березовском? О Березовском... Березовских много. Березовский... Березовский политик, Березовский интеллектуал, Березовский жадина, Березовский... Прохвост, Березовский умница. Вот много есть Березовских. И все это один и тот же Борис Абрамович. Конечно, он слишком интеллектуален был изначально для того, чтобы вообще в России заниматься политикой. Вопрос интеллектуализма и политика в России совершенно несовместимая. Я не говорю про то, что там, например, какие-то правительственные учреждения. Вот ты приходишь, ты понимаешь, что ты оказался в неком таком волшебном заповеднике жлобов. Нет, я не хочу этого сказать. Но вы меня можете так понять. А я не смогу вам ничего возразить. И вот Борис Абрамович с его утонченностью и с его интеллектуальными стратегиями и конструкциями, конечно, был абсолютно идиотичен. Не просто нелеп на фоне тогдашней российской политики, а абсолютно идиотичен. Сейчас мы с ним как-то уже давно не общаемся, но у него там, насколько я понял, у него ПГМчик начался. Что такое ПГМчик? Православие головного мозга. И, к сожалению, когда это начинается у кого-то, то я прекращаю общение. Сегодня все руководство России из вашего города. Многих вы наверняка хорошо знаете. Что вы думаете о правящем тандеме сегодня? Модное слово «тандем». Да вы знаете, по мне так ничего, во-первых, не думаю. Путина я чрезвычайно уважаю, прежде всего, как разведчика. Второго парня совершенно не знаю. Но сейчас они мне оба не нравятся, потому что очень распустили попов. Четыре созыва подряд вы были депутатом Государственной Думы России. Да, и тоже вошел в Книгу рекордов Гиннеса. Немало, однако. Вошел в Книгу рекордов Гиннеса, потому что присутствовал, по-моему, непосредственно я всего на четырех заседаниях. Неплохо. Да. Это не для вас занятие. Как выяснилось, совершенно не для меня. Правда, потребовалось четыре раза пробовать, чтобы выяснить, что оно не для меня. Но как только запретили депутатам мигалки, смысл парламентаризма в России на этом был закончен. Ведь настоящий парламентаризм расстрелял не Ельцин из танков, а тот, я не помню, кто был премьером, который подписал запречение мигалок. Никакого смысла и никакой содержательной части в парламентаризме вообще не осталось. Политикой вы не занимаетесь сегодня совсем? Нет, меня вообще не интересует. И не интересовало, судя по всему, раз только мигалки прельщали, да? Да, конечно. Развал Советского Союза стал вашей трагедией? Вы сожалеете о том, что Союз развалился? Понимаете, для того, чтобы сожалеть, надо как-то все больше воспринимать всерьез, нежели воспринимаю я это все сегодня. Когда я очень недурно, ну, благодаря удивительным событиям в моей жизни оказался учеником Льва Гумилева, да? И определенное понимание и знание истории, и в том числе и очень неплохое, у меня есть. И теперь, зная и видя все развалы, крушение империй, понимание необходимости этих крушений, понимание того, сколько судеб погибает вместе с империями, и сколько, возможно, взлетов на этих же развалинах, вы знаете, я уже ни о чем не сожалею, к тому же я не могу сказать, что меня это как-то задевает лично. Россия поразительно умеет даже своим самым верным детям мстить, пакостить, не платить долгов, зажиливать причитающиеся награды, в том числе и выписанные на передовой в Грозном генералу Рохлину. Конечно. Рохлиным, который на передовой выписал мне Орден Мужества, и который потом зажилили. И вот, вы знаете, это все в совокупности вот это видение того, с какой радостью Россия пожирает своих детей. Причем не потому, что она голодна, а просто потому, что эти дети оказались в эту минуту рядом, а у нее случайно двигаются челюсти. Это меня, в общем, избавило от каких бы то ни было иллюзий и от какого бы то ни было патриотизма в сегодняшнем смысле этого слова, потому что патриотизм сегодня это безопасное и модное хобби в России, по крайней мере. Когда это было опасно и не модно, я что-то не помню ни одного из этих сегодняшних патриотов, не помню ни в окопах Приднестровья, не помню ни одного из них в осажденном Белом доме в 93-м году, не помню ни одного из них в 91-м в дни ГКЧП, вообще не помню. Нехороший и банальный вопрос. Вы Россию любите? С учетом всех тех характеристик, которые я дал до этого, ответьте, пожалуйста, на этот вопрос себе сами. Нынешняя Россия имеет перспективы, вот на ваш взгляд, с ее укладом политическим, со всем, что в ней происходит? Да, конечно, конечно. Как только будет преодолено это упущенное время, я имею в виду 700 лет задержки интеллектуального развития, у нас все будет в порядке. Вы видите сегодня российское будущее ближайшее, или оно тоскливо на ваш взгляд? Оно тоскливо, оно точно так же не определено, хаотично, порвано на клочки Кремлем и Анти-Кремлем. Оно нелепо, грязновато, оно наполнено очень хорошими людьми, в том числе и в Кремле. И никакой особой, скажем так, качественной перемены я не жду, да я подозреваю, что и никто не ждет. Продолжение следует...